Всем приветик! Ребят, я Штукенция из Израиля. Хотите узнать, как на самом деле евреи живут без центрального отопления и в холоде? Да, в Израиле не всегда супер жаркая погода, хотя в теории так может показаться, как будто бы евреи и израильтяне живут всё время на пляжах под каким-то палящим солнцем, но нет, в Израиле тоже бывает холодная осень и холодная зима. И в это время температура на улице бывает опускается до плюс 5 градусов, 10 градусов. В общем, это холодная температура и в доме становится реально холодно. В некоторых домах еврейских есть центральное отопление. Это можно заметить, если вы увидите в доме вот такую вот на стене обычную батарею. Но прикол в том, что не всегда это центральное отопление подключено или оно работает. Мы уже жили в некоторых домах, где батареи вроде бы есть, но по факту они не работают. Поэтому нужно уточнять, когда вы снимаете жильё или уж точно собираетесь приобретать, как дела обстоят с центральным отоплением. Вообще, для евреев и для израильских домов это большая редкость, чтобы в доме было центральное отопление. Иметь хорошую тёплую одежду – это лучше всего. А ещё вести активный спортивный образ жизни. Так вы можете нагреться даже в холодном доме. Забавный факт – я ровно в такой же одежде хожу по улице. И сейчас сижу в доме, потому что температура не слишком сильно отличается внутри и снаружи. Вы думаете, что кондиционер охлаждает воздух? Я тоже так думала до того, как приехала в Израиль. В Израиле кондиционеры не только охлаждают воздух, но и нагревают его. Например, если вы хотите согреть комнату, самый быстрый способ – это будет кондиционер в большинстве случаев. Ну, конечно, если у вас нет центрального отопления, что не рассчитываете на это. В Израиле это очень редкая история. Так вот, вы питаетесь от электричества, платите довольно-таки много денег за это, но зато быстро можете нагреть даже большое помещение. Второй популярный способ в Израиле – греться. Это масляные радиаторы. Супер быстро тоже нагреваются, но тоже жрут много электричества. Один из лучших способов сочетать полезное с приятным – это нагревать ваше жилище при помощи огня. Ну, не открытого, конечно, а при помощи приготовления пищи. Обычно кухня, она так или иначе сочетается с жилым пространством. Вот здесь, например, типичная планировка для квартиры в Израиле, есть кухня, и из нее есть сразу же выход в общую комнату, так называемый салон. Поэтому, если вы будете довольно-таки много и часто готовить, то в кухне будет появляться тепло, и это тепло будет автоматически нагревать ваш дом. А как вы думаете, евреи спят? Ну, конечно же, они пытаются нагреть дом всеми этими средствами, типа батареей или нагревающими приборами, но на самом деле все равно довольно-таки прохладно, и поэтому самая популярная вещь в израильских домах – это вот такое огромное пуховое одеяло. У меня, мне кажется, даже в Москве не всегда такие есть, прямо очень-очень пухлое. И еще бывают такие вот электронные простыни, которые подключаются к розетке, и, соответственно, эта простыня нагревается, и вы можете спать. Это особенно актуально для горных городов или горных районов, где прям реально очень холодно, и либо тебе приходится переплачивать очень много денег для того, чтобы согреваться кондиционером, но многие предпочитают экономить на кондиционерах и других обогревателях и купить себе побольше одеяло, какую-то пижаму, тапочки, ну, можно даже шапку ночную. А еще обязательно запасаются вот такими пледиками – флисовыми или шерстяными. Можно использовать классный лайфхак – взять такой флисовый пледик, укрыться им, и уже поверх такого пледа укрыться плотным, таким мощным одеялом. Так будет особенно тепло. Если вы дома работаете за компьютером, то есть тоже классный способ греть руки об свой ноутбук. Я так делаю, когда монтирую видео. У меня ноутбук довольно-таки сильно нагревается. Зимой не везде в Израиле так холодно. Я сейчас нахожусь на севере, поэтому, да, тут, конечно, особый колорит и особая температура. В это же самое время, если вы, например, окажетесь в Твери или в других более южных районах, возможно, на улице вообще будет плюс 25, а дома у вас и так будет плюс 20, и вам даже греться не придется. Так что Израиль очень интересен тем, что в одно и то же время есть разные климатические зоны, и где-то может быть очень холодно, но где-то может быть потеплее. А самый лучший способ согреться в Израиле, это, конечно же, солнышко. Выходите зимой или когда вам дома холодно на улицу, и это забавный факт, но на улице бывает теплее, чем дома. Садитесь и грейтесь. Ой, так тепло. Теперь вы знаете, как согреться в Израиле. Можете спокойно приезжать и ничего не бояться. Подписывайтесь на канал Культурный Кот. Еще увидимся. Пока.